Спасибо большое, что пригласили, конечно, коллеги. Но тема такая, может быть, наверное, не очень сложная и достаточно простая, как мне кажется, потому что мы говорим о том заболевании, которое, в принципе, все-таки, ну, не такое частое. И вопрос именно диагностики стоит в том, что, ну, всего лишь 5% у ротолиальных поражений верхних мочевых путей из всей группы ротолиальных заболеваний. И группы, которые где-то искать факторы риска, хорошо известны. Я, наверное, даже не буду об этом останавливаться, потому что мы чуть из графика выбились. Скажу о том, что сегодня вопросы диагностики хорошо описаны и в международных различных консультациях, и в наших любимых европейских рекомендациях, и сегодня уже, да, есть рекомендации российские, которые утверждены. И, в принципе, вопрос диагностики отражается всего в двух страницах европейских социологов, где несколько абзацев, посвященных симптомам, визоляционным методам, цископии, цитологии, диагностическим таким методом, как ротероскопия, и совсем короткое заключение, которое, в принципе, всем хорошо известно. Напомню, только единственное, что, видите, еще раз это отвержено, что не всегда надо выполнять ротероскопию, только там, когда она повлияет на выбор тактики лечения. И, в принципе, вот, наверное, на этом слайде, с одной стороны, можно было бы и закончить доклад, потому что все, опять же, понятно, но 10 минут мне авторы дали, поэтому я решил все-таки некоторые вопросы обсудить и поднять. Первое, что хотел сказать, мы знаем, да, основной метод, когда мы занимаемся поиском опухоли верхних мочеводящих путей, в ротерлиальной опухоли, это макрогемитория. То есть это основной симптом, который, в связи с чем пациенты к нам обращаются. И, конечно, это пациенты и с макрогемиторией, и с микрогемиторией. Но когда мы говорим о микрогемитории, один из последних обзоров, посвященный этой проблеме, причина микрогемитории говорит нам о том, что, в принципе, при метанализе 30 исследований, уротерлиальная опухоль верхних мочеводящих путей реально была всего лишь причиной микрогемитории от 0 до 3,5%. Я могу сказать, что если рассматривать таблицу вот этих исследований ближе, то все это ближе к нулю. То есть реально там уротерлиальная опухоль верхних мочеводящих путей является причиной микрогемитории очень-очень редко. Раз. Да, понятно, что золотым стандартом сегодня диагностики является мультиспиральная компьютерная томография, потому что мы имеем высокую чувствительность, мы имеем очень высокую специфичность, особенно если опухоль хоть более-менее каких-то реальных размеров, там от 5 до 10 мм. Даже если это опухоль и меньше, там 3-5 мм, это все равно высокая чувствительность, специфичность. И тем пациентам, у которых есть определенные противопоказания к выполнению МСКТ, мы понимаем, что есть дополнительная методика диагностики, как МРТ. Ну, опять же, всем хорошо известно, я напомню, что существует трехфазный протокол, наш классический, но можно использовать и двухфазный протокол, когда вначале вводится только половинная доза контрастного вещества, болезна, и вторая фаза, второе исследование делается через 8-15 минут, когда получается в панхематозной и выделительной фазы соединяются. И тут тоже особо добавить нечего, а, кроме одного момента, да, двух моментов. Ну, первое, мы помним, что опухоли могут выглядеть маленькими дефектами наполнения на выделителе во время экскриторной фазы, опухоли могут выглядеть, это очень патоммонично для нее, тканью, которая накапливает контрастное вещество во время панхематозной фазы, и это же подтверждается дефектом при экскриторной фазе. Либо это может быть какое-то утолщение стенки, мочеточник или лоханки, накапливающие контрастное вещество, что позволяет нам отдеференцировать от каких-то воспалительных изменений. Понятно, что, наверное, эра внутривенную урографию давно ушла в прошлое, и вот это несколько примеров, когда как бы нормальное раз исследование, нормальные два исследования, мы опять видим опухоль, нормальные, вроде бы как, газы, и непонятно что, и мы опять же пропускаем опухоль, или наоборот, когда мы видим какой-то вот дефект стаса, уртергидонефроза, это всего лишь обычный камень, который позволяет при компьютерной томографии выявить. Но, возвращаясь, опять же, надо же что-то обсудить за это время. Интересная работа, которую я нашел, на которую хотел бы обратить внимание, нам всем задуматься, по тем количеству, безумному количеству компьютерной томографии, которую мы выполняем. Journal forology 7500 пациентов с бессимптомной макроэгемиторией. Опять мы вернулись к тому, что уротелиальный рак верхних мочевых путей крайне-крайне редкая была диагностика, всего лишь 0,05%. Авторы говорят, что в принципе, если бы мы использовали только ультразвук, избавившись от КТ, чувствительность и специфичность была бы там 77% для рака верхних мочевых путей, там для почки чуть побольше. И напоминает нам, что доза МСКТ это 31 милизиверта. И при этом, особенно у молодых женщин, существует определенный риск развития вторичного, скажем так, рентген индуцированного рака. И пересчитав те данные, которые они получили, они сказали, что на 1000 пациентов бессимптомной микроэгемиторией всего лишь 53 пациента будет диагностирован уротелиальный рак верхних мочевых путей. Если бы мы не выполняли КТ, а делали только отрезвук, мы пропустили бы всего 12 раков на 100 тысяч населения, а в отношении возможного развития вторичного рака, в том числе и фатального, это цифры были бы 149 и 101 случаи соответственно. То есть пропустив 12 раков, мы могли бы, не пропустив 12 раков, мы могли бы сандуцировать вторичные опухоли, в том числе и фатальные опухоли в большем количестве. И для того, чтобы дополняя ультразвук, нам найти один случай уротелиального рака верхних мочевых путей, надо сделать в этой группе 100 тысяч пациентов 1000 компьютерных томографий. Поэтому призываю ваше внимание и напоминаю о том, что существуют различные протоколы, которые все-таки позволяют снизить лучевую нагрузку. Это, еще раз, двухфазный протокол, который позволяет от 15 до 60% снизить дозовую нагрузку. Это низкодозное КТ, которое, правда, в принципе, может быть здесь не так актуально, а больше актуально при каких-то выраженных генопозитивных вещах, которые мы ищем. Это двухэнергетические КТ и новые протоколы, которые сегодня существуют. Уритероскопии, конечно, сегодня это тоже, на самом деле, золотой стандарт, который выполняется и, в принципе, рекомендуется все-таки в большей части всем пациентам выполнять. Мы позволяем подтвердить диагноз, мы позволяем определить степень злокачественности, сделать определенные прогностические выводы из ситуации. Все, что мы имеем для нижних мочевых путей, то же самое сегодня технологии позволяют и для верхних мочевых путей. Мы можем увидеть, мы можем заподозрить карциному инситу или что-то дополнительную диагностику произвести. Мы можем сегодня с помощью эндомикроскопии получить более конкретные уже характеристики инвива. Ну, опять же, за определенным малым временем я не буду останавливаться, показывать какие-то видеоролики. И, конечно, гистологическое исследование это важный момент для принятия, для прогнозирования пациента и принятия правильной тактики дальнейшего лечения. Сегодня есть определенные дебаты, как правильно делать биопсию. Здесь тоже есть определенный момент. Технологии, инструменты позволяют уже там не обрывки ткани, а все-таки более серьезную часть отправить на гистологическое исследование. Лабораторное исследование, наверное, то, что все-таки на то, что больше и больше надежды на сегодняшний день возлагается, это цитологические исследования, это флюорсцентные ситы, гибридизация, молекулярные маркеры, потому что с одной стороны та проблема, которая есть, это низкая чувствительность, правда, с высокой специфичностью для всех существующих методов. Но главный момент, который, опять же, наверное, как бы заключение определенное сделаю, молекулярные маркеры, которые развиваются, то, что сегодня это не инвазивная методика, которая, наверное, активно и активнее все развивается для наблюдения пациентов после органосохраняющего лечения. И я уверен, что это все равно придет, как раз за этим и будет, будущее ранней диагностики. Это не нужно выполнять компьютерную томографию, делать лучевую нагрузку, это не нужно делать инвазивную методику. Опять же, вот, ну, определенная таблица, которая говорит о том, что чувствительность, специфичность на сегодняшний день пока не очень, может быть, идеальная, которая нам хотелось, хотя некоторые данные, видите, до 80-90 процентов доходят, но специфичность очень высокая. Но это, наверное, то, зачем будет в ближайшее время, будучи именно ранней диагностикой. Ну, еще раз, подводя заключение, хочу сказать, что все вот эти диагностические процедуры позволяют, самое главное, определить определенные факторы прогноза до операции пациента и выбрать правильную тактику лечения. Спасибо большое за наше внимание. Продолжение следует...